Выглядит опасная аритмия, которой пациент страдает уже много лет. Из-за болезни в левом предсердии образовался тромб, который может привести к гибели человека. Поэтому прямо сейчас хирурги при помощи уникальной технологии спасут пациента и вернут правильный ритм сердца уже навсегда. В данном случае называется технология Кобра. Она, видите, окружает левые предсердия, в которых формируется, в частности, мерцательная аритмия. Затем с помощью специального вакуумного отсутствия забирается ткань предсердия, и создается зона изоляции вокруг источника этой аритмии. Она прекращается. Такая операция требует виртуозного исполнения, поэтому действия хирургов отточены до автоматизма. И все благодаря опыту и уникальной школе. Ведь именно в институте Мини-Вишневского 60 лет назад выполнили первую в стране операцию на открытом сердце при помощи аппарата искусственного кровообращения. Это событие сравнили с полетом в космос. Так же сложно и невероятно рискованно. Подобная операция сегодня абсолютно безопасна. Современный аппарат похож на компьютер. Он не только перекачивает кровь, насыщает ее кислородом, но и регулирует десятки параметров в организме пациента, пока сердце не работает. Но кардиохирургия пошла дальше. Сейчас сердце даже не останавливают, как раньше. Операцию выполняют через крохотный прокол в сосуде. Безболезненно и быстро специалисты расширят суженную артерию, удалят тромб или даже заменят изношенный клапан. О том, как в одной операционной объединить новейшие технологии и уникальный опыт прошлых лет, сегодня говорят на международной конференции по аритмологии. Мировые звезды кардиохирургии делятся своими достижениями и с интересом наблюдают за операциями российских специалистов. Уровень российских хирургов равен уровню мировых специалистов, поэтому страна должна гордиться качеством хирургии. Российская хирургия развивается в правильном направлении. Для этого было приложено много усилий. Мы должны попробовать поработать вместе и получить больше опыта. Это все ради науки. Участники конференции обсуждают и технологии ближайшего будущего. Бескровные операции на сердце планируют выполнять так называемым кибер-ножом вообще без разрезов. Подобный метод сегодня используют в лечении онкологических заболеваний головного мозга. А первые операции на сердце уже провели в США. Отсюда возникает источник аритмии. Это реальная ситуация. Это сегодня мы можем уже делать с помощью нашей технологии. Это так называемые экстракорпоральные лучи, которые действуют через тело человека, проникают внутрь сердца и вызывают такую вот линейную зону непроводящей ткани. То есть это небольшая зона такого рубца, которая не позволяет этому импульсу распространяться дальше и вызывать аритмию. Кардиохирургия сейчас одно из самых бурно развивающихся направлений в медицине. По всей России работает 112 региональных сосудистых центров, которые оказывают высокотехнологичную помощь.